Во все времена первыми, кто шел после геологов покорять север, были водители. Они перевозили вагончики, технологические грузы, доставляли людей по северным дорогам, а вернее по абсолютному бездорожью. Они были первопроходцами. И сегодня эта профессия остается одной из самых востребованных. Недаром в компании надымских газодобытчиков автотранспортный филиал самый многочисленный по составу. Тему продолжим с гостем нашей интерактивной студии, начальником управления технологического транспорта и спецтехники Романом Мельниковым. Здравствуйте, Роман Викторович. Здравствуйте. Легко ли руководить коллективом, когда тебя окружают профессионалы? Ну, я думаю, любым предприятием нелегко руководить. Но если говорить конкретно за наше предприятие, ТТС, на сегодняшний день около 1400 человек работает. И направление деятельности от финансово-экономического блока до производственных вопросов, хозяйственных работ, договорная работа. Понятно, что во всех этих направлениях работают люди-профессионалы, и каждому нужно найти подход. Человеческий фактор тоже играет огромную роль. И чтобы команда была сплочена, надо постоянно работать с людьми, находить с ними общий язык, правильно ставить цели, задачи, аспекты, разрешение очень многих вопросов. Поэтому работа, она интересная, она всегда сложная, но она любимая и хорошая работа. Известно, что вклад автомобилистов в развитие газовой отрасли велик. А в чем можно его измерить? В количестве перевезенных грузов, пассажиров или, может быть, в пройденных километрах? Ну, в настоящий момент транспортное наше управление в составе «Газпромдобычный надым» выполняет различные работы. Как от перевозки грузов, перевозки вахтовых бригад пассажиров. Также технологический транспорт участвует в производственном процессе, в самом непосредственно технологическом. Поэтому экономический вклад, я думаю, что основная составляющая – это оперативная работа, вовремя доставить людей, чтобы не прервать технологический процесс. Я думаю, что это большой вклад в деятельность нашего предприятия «Газпромдобыча надым». Надымские газовики всегда и во всем были первыми, в том числе и в переводе транспорта на газ. Как сегодня продвигается эта программа? Я был в октябре месяце на газовом форуме. Вектор выбран такой, что кроме компримированного газа, в настоящий момент сейчас идут разработки, чтобы перевести на жиженный газ, СПГ. То есть технику готовят к тому, что можно переоборудовать. Сейчас меняется инфраструктура, потому что это более экономичный будет эффект по сравнению с компримированным газом в три раза увеличивать продолжительность автомобиля. Но в нашем предприятии, пока мы работаем на компримированном газе, уже где-то одна треть транспортных средств у нас переоборудована на такой вид топлива. В этом году мы только получили около 32 единиц техники, которые уже заводского исполнения. И работа эта продолжается. И мы должны до 2023 года 80% от общего количества техники предприятия должно быть на газе. Роман Викторович, в это воскресенье ваш профессиональный праздник. Обычно водителям в этот день желают вечно зеленых светофоров, ни гвоздей, ни жезлов. А вот какие пожелания вы бы хотели адресовать своим коллегам? Мне хотелось бы поздравить коллектив с наступающим праздником Дня автомобилиста и городского пассажирского транспорта. Эти изменения были произведены в 2012 году указом президента. Он возведен в ранг государственного праздника, поэтому мы отмечаем его на высоком уровне. Коллективу своему хотел бы пожелать стабильности, определенной в работе, безопасной, самое главное, без аварийной работы. Семьям, работникам пожелать здоровья, счастья, благополучия, финансовой стабильности. Ну, с праздником!